Харьи Кришна, Харьи Кришна, Кришна, Кришна. Харьи Харьи. Харьи Рама. Харьи Рама. Рама Рама. Харьи Харьи. Человек, который контролирует склонность к наслаждению, Вот он по-настоящему отреченный. Шока, моха, праепахах. Что такое апахах? Ушла скорбь, не скорбит он, не развивает иллюзию, страх. Вот таково его состояние. А почему? Почему надо избавиться от этих трех? От иллюзии, скорби, страха. Ну, освобождение может и возможно в таком состоянии. Ну, имеется в виду с этими вещами. Но не бахти. Нам надо освободиться от скорби, иллюзии, страха, чтобы совершать предное служение Кришне. Помните, сын Шриваса, пандита, он умер. И женщины все начали плакать. Нет сомнений, все они предные. Они плакали. И Шриваса, пандита, разгнялся на них. Он сказал, скоро сюда придет Махапрабху. И он начнет киртан. Когда он услышит ваш плач, это может его побеспокоить. Не было вообще скорби у Шриваса, пандита. Нет иллюзии, нет страха. Только одну вещь он думал. Как удовлетворить Махапрабху? И что говорит здесь Шриваса Павпады? Просто благодаря звуковому восприятию ведической литературы, тотчас же пробуждается увлечение к любовному, предному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, которое гасит в нем пламя скорби, иллюзий и страха. Шриваса Павпады Джамахараш сравнивает с огнем скорбь, иллюзию и страх. И как погасить такой огонь? Естественно, огонь потухнет, если мы начнем служить лотосным стопам Кришны. И как развить это настроение? Служение лотосным стопам Кришны. Сейчас что мы делаем? Да, мы служим всем, кому угодно, другим, но не Кришне. Почему? Потому что не можем мы развить любовные отношения с Кришной. Вот с кем мы сейчас имеем любовные отношения, тому мы и служим. Прямо. Это не прямо. Любовные отношения этого мира не являются любовью. Вообще нет любви в этом мире. Вот. Вмечает этот день Валентина Святого. Все говорят о любви. Я люблю тебя. Но это не любовь. Я даю, и ты дай мне. Это не любовь. Настоящая любовь какова? Я даю, и ничего не ожидай. Вообще ничего не ожидаю от тебя. Тут в этом мире иначе. Тут похоть. Нет любви. Как разовьется любовь. Когда мы начнем слушать о Верховном Господе Кришне, тогда желание служить Ему начнет прорастать. Тот, кто служит с любовью Кришне, он слушал, он уже слушал о Кришне. Иначе невозможно с любовью служить Кришне. И вот так сам собой человек оставит чувственное наслаждение. Невозможно это свои силы. Вот так вот свои силы. Все, забуду я о наслаждениях. Забуду я о своем счастье. Нет. Среди чувств слух очень важное чувство. Человек все глубоко спит. Слух все равно готов воспринимать звуки. Всегда слух готов воспринимать звуки. Животные, допустим, они реагируют на самые небольшие звуки. Потому что враг. Может быть враг подкрадывается. Они слышат. Уши очень чувствительные. Особенно у животных. Поэтому они способны защититься от врага. Наши уши сейчас создают настоящую проблему. Так много звуков мы получаем. Особенно сейчас, в наш век интернета и так далее. Так много звуков. И эти звуки запутывают нас. Поэтому Бхагаватам говорит. Надо стараться слушать о Верховной Личности Бога. Ни о чем больше. То же самое есть в первой песне. Шримад Бхагаватам. Вот это Шарана. Это слушание о Верховной Личности Господа. О Верховном Господе. Оно очень чистое. Нет ничего более чистого. Такое слушание очистит наше сердце. С незапамятных времен накапливалось в сердце грязь. Мы накапливали эту грязь. Постепенно эта вся похоть уйдет. И любовь взойдет там. Когда мы будем слушать о Верховном Господе Кришне, наша похоть уйдет. И прийти разовьется. Пока мы не разовьем любовь к Кришне, не можем мы себя называть бхактами. Высочайшего совершенства жизни можно достичь только благодаря слушанию садху. Если человек не слушал садху в своей жизни, не сможет он достичь никакого совершенства. И как он сможет избавиться от скорби, иллюзии, страха? Он постоянно. Постоянно у нас такое. Не знаю. Так ведь. Постоянно что-то. О, да. Машина. Хорошая машина. Она разбилась. Да. Компьютер сломался. Любимая жена умерла. Вот это материальная болезнь. Это рога. Скорбь, иллюзия, страх. Просто послушать послание Шримад Бхагаватам. А что за послание? Шримад Бхагаватам Праманам Амалам Прима Пуматха Махан. Шримад Бхагаватам дает великий дар человечеству. Почему так? Амалам. Нет там вообще пятен. Что за пятна? Это тхарма, артха, крама, мокша. Ясадева составил веды. Затем он разделил веды на пять частей. Потому что люди не могли понять. И все равно он не был удовлетворен. И тогда он составил Махабхагату. И все равно не было удовлетворения. Потому что в Махабхагате тоже присутствовала тхарма, артха, крама, мокша. Вот это он смог понять от гуру, от нарады муни. Тот сказал ему, ты не составил никакой шасты, в которой нет тхарма, артхи, крама. Вот это ложная религия. Составь шасты, в которой есть только према, только пятая парушатха. Сейчас векали. И люди имеют плохой разум. Если будет тхарма, артха, крама, мокша, вообще люди не будут смотреть на према. Поэтому составь такую пурану, в которой будет только према. Према помартха махан. Великая парушатха. Према. Есть в Бхагават. Слушая Бхагават, человек привяжется к Кришне. И в этот момент скорбь, иллюзия, страх, эта дорога, все это уйдет. Поэтому въяса составил Бхагават, в котором он дал према самба. Это послание любви. Правопаджа Махараджа говорит, конечным результатом предного служения является развитие в человеке подлинной любви к Верховной Личности. Наша любовь сейчас ограничена. Допустим, моя любовь ограничена женщиной. И мы говорим, что это любовь. Всегда мы говорим, что Господь Парама Пуруша. Почему Бхагават использует это слово? Чтобы показать, что нет никого, кроме Верховного Господа Кришны. Нет, имеется в виду, другого Пуруша, кроме Него. Нет другого наслаждающегося. Все мы прокрити, все мы объекты наслаждения. Женская природа у нас. Обязанность женщины – давать наслаждение мужчине. Наша единственная обязанность – давать наслаждение Господу Кришне. Ничего не ожидая для себя. Любовное служение водостным стопам Кришны разовьется, когда мы будем слушать Шримад Бхагават. Если человек не развил даже немного любви к Кришне, значит, он никогда не слушал Бхагават. Да нет, мы слушаем. Что? Что надо слушать? Только слушать о Верховном Господе Кришне. Ничего больше. Мы слушаем Кришна Катху. Кришна Катха и другие темы, темы вот этого материального мира, они имеют большую разницу. Вот что дадут нам эти другие темы? Нам надо анализировать, нам надо глубоко понять. Другие темы только развивают нашу привязанность к этим материальным объектам. Тогда как темы о Кришне дадут веракти. Естественно, они дадут вот эту... Не знаю, как это лучше перевести. Это веракти к материальным объектам. И привязанность к его водостным стопам. Асакти, Бхаву. Не можем мы говорить, я отречённый. Вот веракти, да, вот можно назвать это отречением. Но от чего мы отречённые? Это совсем другая вещь. Это веракти, о которой тут говорится. Допустим, Вишвамитра. Он отрекался 60 тысяч лет. И всё равно, всё равно осталась какая-то привязанность. Вот можем ли мы так отречься, как Вишвамитра? А тут сказано, что само собой это придёт, вот эта отречённость. Если будем слушать Бхагаван Кришна Кадху. Нитьям Бхагавата сывая. Яха Бхагавата падаваешь наверху странам. Иди и слушай Бхагаватам. Иди и читай Бхагаватам. Бхагаватам среди вайшнавов. Дано нам это указание. Регулярно слушать Бхагаватам. Нитьям. Парикшит Махарадж слушал Бхагаватам, оставив всё, все привязанности. Он был царём. Царём вообще всего мира. Но оставил всё. Он надел простую одежду и слушал Бхагаватам. Его должен был ужалить змей из-за проклятия. Но не было у него страха. Он бесстрашно слушал Бхагават. Пожалуйста, продолжай. Пусть это так же, как жалит меня. Хоть прямо сейчас. Не беспокоит это меня. Только я не хочу, чтобы Бхагаватам останавливался. Потому что это моя жизнь. Естественно, страх уйдёт тогда. Почему я боюсь? Это из-за того, что из-за возможности потерять. Смерть особенно. Это такая тема. Кришна тулия Бхагаватам вибу сарвашара. Пратья-шлоки, пратья-акшара, нана-атакая. Бхагаватам, как Кришна. Нет разницы между Кришной и Кришной-катхой. Бхагаватам – это сам Кришна. В каждой шлоки Бхагаватам можно давать много разных пониманий. Я слышал о Бхагаване. Это значит, что я связан. Я уже связан с Бхагаваном. Известная история в городах рассказов. Это происходило в Арисе. Нарасим Хамета. Он шёл в город, чтобы продать золотые украшения, которые дала ему жена. Но что там произошло? Он был предным. Но пришло время выдать замуж дочку. И жена понимала, что если она ничего не сделает, то... Потому что он... В общем, такая ситуация. И в итоге она нашла хорошую пару для дочки. И она сказала, что сейчас надо устроить свадьбу. Понятно, не было столько денег. Но она дала Нарасим Хамете свои украшения. Золотые украшения. Ну, на самом деле, так в Индии. Но раньше, по крайней мере, там не было вот этих вкладов, банков. А вот эти золотые украшения у жены, которые муж покупал регулярно, они становились вот таким запасом, который в каких-то случаях... Ну, в данном случае, когда свадьба, они использовались. И Нарасим Хамета должен был пойти в город и продать эти украшения. Но что произошло с ним? Он забыл обо всем. Потому что в деревне, по дороге, пока он шел в одной из деревень, там читали Бхагаваты. И он не мог. Ну, он думал, чуть-чуть передохнул, но он обо всем забыл. И семь дней он слушал. И когда закончили читать Бхагаваты, он вспомнил. И он понял, что день свадьбы-то уже прошел. Он вернулся в деревню. И он видел, о, так, дом украшенный, да, все там празднично. Он спросил жену, что тут происходит? Ну, для свадьбы же мы украшали дом. Ну, ты же сам все это и делал. И ты предложил свою дочь жениху на яге. И вот, все это сделал очень хорошо, за всем проследил. И что? Айсим Хаметов начал плакать. Начал плакать. Так милостив Бхагаван Кришна. Я вообще ничего не делал для него. Я только слушал его катху. А он позаботился обо всем. Поэтому Бхагавата Кадха вообще неотлично от Кришна. Так много у нас материальных привязанностей. И нет у нас другого пути, как преодолеть эту привязанность. Чистая звуковая вибрация имеет очень много могущества. Шока, моха, боя, паха. Немедленно уйдет это. Только благодаря слушанию. Только надо получить этот звук. Звуковая вибрация свергнет все наши материальные привязанности в сердце. Звук, который мы обретаем, слушая Бхагавата, необычный звук. Это трансцендентный звук. Дивья шабда. Бахут шакти у нее. Поэтому сатам прасангам мамавирья сам виду. Балантихрид карнарасая наркадхах. Таджошаната швапаваргавартмани шрадарати бхакти анукрамишяти. Сатху должен быть сатху. Он должен быть свободен от всякой зависти. Вообще. И что он будет говорить? Никакие материальные темы он не будет говорить. Он будет говорить о Магаване Кришне. Если мы будем слушать его, немедленно мы получим результат. Чистый трансцендентный звук мы получаем от сатху. И немедленно он начнет действовать в сердце. Сердце сейчас грязное. Не знаем мы, когда это вообще все произошло, когда оно там загрязнилось. Трансцендентная звуковая вибрация имеет очень много шакти. Немедленно она начнет удалять грязь, накопленную в сердце. Только слушая Кришна Катху, человек станет чистым. Иллюзия. Откуда она к нам приходит? От праджалпы. От вот этих сплетен, да, политики, бесед не о Кришне. Снова и снова, слушая Бхагавата, мы избавимся от привязанности. Ну вот сейчас столько всяких встреч устраиваются. Политики устраивают встречи. Для чего? Все говорят об одном, да? Чтобы был мир, да? Ну вот сейчас столько разных вещей. Все говорят о мире. Вот сейчас, допустим, Гордов говорит, они пытаются устроить встречу Путина с Зеленским. Многие пытаются, ничего не получается. Они пытаются остановить войну, но не могут. Гордов говорит, если лидеры стран будут регулярно слушать Бхагавата, не будет никаких сражений. Вот тут Гордов, он очень... Ну, он говорит, по своего премьер-министра. Этот премьер-министр Индии, Мауди, Мауди, он хорошо говорил, было не так давно, 150 лет, со дня явления бактистанцы, сватия такое, и премьер-министр говорил хорошую речь. Он говорил, он говорил о Чайтане, Махапрабу, он говорил татру. Казалось бы, но какую татру он знает? Гордов говорит, он должен слушать Бхагавата. Тогда он сможет узнать татру. Да, ну, Гордов говорит, он начал конференцию обучения бактистанцы развати. То есть большая конференция, да, столько там. Но можно ли это сравнить с Бхагаватой? Предные имеют сотни тысяч осознаний о любовном служении Кришне. Обитатели в Раджа каждый момент развивают любовные отношения с Кришной. Не могут они оставить эти отношения с Кришной. Если мы развиваем любовные отношения с Кришной, нам также надо стать Раджа-баси. И нет сомнений, что мы развивем очень скоро любовные отношения с Кришной. Если будем слушать Бхагаватам каждый день. Бхагаваташа, да, вот это слово сейчас уже тоже часто используют. Она знаменита, Бхагаваташа. Потому что жители Бхагаты знают предписанные обязанности. Опять Гурадев к той же теме, что... Ну, а что сейчас говорится? Развитая страна. Ну, что такое по-настоящему развитая страна? Ну, вот Варисе Гурадев говорит, очень много Бхагавататунги. В каждой деревне читали Бхагаватумы каждый день. Вот это развитие. Ну, что теперь? Перестроили эти Бхагавататунги в клубы. То есть, какие были учителя раньше, Гурадев говорит. А сейчас эти профессора, учителя танцуют со студентками. Современное развитие, он говорит. Бхагаватаваша была другой. Поэтому, Махапрабха сказал, Бхагаватабуми, Техайла, Манушча, Джанмаяра. Джанмасатракакаги, Карапараупакара. Если человек родился в Бхагаваши, он должен действовать на благо Джив. И как? Учая их атма-дхарми. Вот это единственная благотворительность. И что сейчас? Сейчас даже все хуже в Индии. Не учат вообще об обязанностях души. Есть такие утверждения, что наука заканчивается философией, а философия заканчивается религией. Один физик-теоретик нам говорил похожие вещи, когда мы помню проповедовали. Даже он, просто нерелигиозный человек, он понимает это. Когда люди смогут понять настоящую дхарму, произойдет великая революция. Что могут вот эти современные политики сейчас? Вахтенот такой говорит, когда у многих чиновников будет тилаки и кантемала на работе, настоящая революция произойдет. Он говорит, Индия, направляемая Богом, может вести весь мир к святости. Но то общество, которое мы видим сейчас, ну и в Индии, это общество Кали. Городев говорит с большим состраданием, что все лидеры сейчас, ученики Кали, что они могут говорить о дхарме. Ну как, будучи учениками Кали, они могут говорить о дхарме. Нет у них осознания Атмы. Духовных осознаниях. Городев говорит, сейчас многие говорят про Индию, смотрят, что Индия делает. И молодец гордится этим. Но все это развитие Индии, это не настоящее развитие. Вот то, что другие страны, чем другие страны вдохновляются в Индии, что они ожидают, это все не настоящее развитие. Городев говорит, Индия уходит прочь от Атма-дхармы. Ну и другие, там более мелкие страны, которые в той или иной степени зависят от Индии, они тоже идут не туда. Городев говорит, мы имеем так много богатств и не можем их использовать правильно. Святые муни давали наставления, богатаварши. Теперь не может богатаварши следовать им. Индусы хотят стать как западные люди. Городев несколько раз рассказывал про эту историю, как одна делегация из Индии приехала на Запад, и они решили посетить клуб нудистов. Ну это где-то в Англии было, как я понимаю. И там, хоть они нудисты, но они люди воспитанные, они уважают другую культуру. Ну помните, чем это все закончилось. Вот таково положение богатаварши. Городев сокрушается. То есть что происходит сейчас в Индии? На самом деле, это вот одна из причин, как я понимаю, его ухода. Другие даже, в других странах, уважают духовную культуру, культуру Индии. Но сами индусы хотят быть как западные люди. И как? Как измениться? Что можно сделать? Только один путь. Слушать Атсадху Кришна Катху. Только благодаря слушанию Кришна Катхи, умиротворению блаженства распространится. Вот зачем создали эту ООН, Организацию Объединенных Наций? Чтобы мир был везде. Но дает ли ООН мир? Нет. Не может эта организация остановить войны, терроризм. Да потому что с самого начала неправильная концепция. Бхагаван Кришна сказал, как обрести мир. Что? Он сказал. Богтарам, ягья, тапасам, сарва, локам, ахешварам, ксухридам, сарва, бутанам, гятвамам, шантим, ричхати. Вот много всего вы можете делать, разные вещи. Столько всего еще сделается. Но Кришна говорит, я наслаждаюсь этим. Можно ли обрести миротворение через политику, через эти заседания? Никак. Кришна говорит, умиротворение находится во мне. Если вы поймете, что я наслаждаюсь всеми вашими действиями, что я верховный повелитель всех планет, и я друг, то есть настоящий доброжелатель для всех живых существ, тогда вы обретете умиротворение. Ну и что? И делаем мы так. Ну, если кто-то попросит, да, ну, что я скажу? Ну, возьмите старую, передай своему Кришне. Вот и все. Ну, это еще лучший вариант. Вот, сейчас мы видим, что происходит. История не дают. Нет умиротворения в этом мире. Можно встречаться в ООН, можно проводить много заседаний, но результат будет нулевой. Вот там, в этих организациях, кто-то имеет право в это. И они в итоге не дают принимать решения. Вот вся эта ситуация, как здесь. Проблемы, они растут день за днем. Как можно говорить об умиротворении? Вот в Индии что происходит? Городев рассказывает историю, как Факир Махан Прабу пытался забрать Чхоти Мангалпур из рук так называемых родственников. Бхакти Внода Такура. И ничего не удалось. Даже вызывали полицию. Ну, что она может сделать полиция? Городев говорит, я пытался участвовать в этом во всем, но перестал это делать. Ну, то есть, что они много усилий приложили. Они готовили просад, туда возили в Чхоти Мангалпур. Устраивали там религиозные встречи. Пытались даже Кришна Катху там устраивать. Невозможно. Они считают себя очень умными. В Индии реально очень сложно проповедовать наш опыт такой. Даже Харинаму очень непросто. Разница во мнениях приводит к Ашанте. Городев говорит, раньше не было столько сражений. Почему? Почему сейчас это все происходит? Один человек не любит другого человека. Вот везде сейчас это разжигается. В Индии то же самое, как вот здесь разожглись сейчас этот конфликт между Россией и Украиной. В Индии то же самое. Мы проводили Харинаму в Южной Индии. И Южная Индия ненавидит Северную Индию. Ну, в общем, там много. То же самое в Таиланде. Мы встречали тоже часть Таиланда. Ну, и другая часть. Ну, везде. Везде вот эти вещи. Почему? Почему так происходит? Почему одни не любят других? Да потому что люди не способны развить любовь к Кришне. Не знают они, как полюбить Кришну. И поэтому никого не любят в этом мире. Ну, вот я люблю свою жену только. Да, никого больше. Он Гордов рассказывает, как один сотрудник на работе, инженер. Он хотел броситься в погребальный костер своей жены. То есть он не видел вообще жизни без нее. Через шесть месяцев у него появилась новая жена. Он отправил своего сына и дочь в хостел и жил с другой женой. А до этого что? Я люблю тебя. Я не могу жить без тебя. Это все не настоящая любовь. Если мы сможем развить любовь к Кришне, мы будем любить всех. Это прямо. Это не что-то такое великое, запредельное. Это в сердце. В сердце каждого. Все мы частички Бхагавана Кришны. Он сидит рядом с нами. Рядом с Атмой, как Параматма. Как только мы посмотрим на Параматму, мы влюбимся. Ничего мы с собой не сможем поделать. Все, я твой. И нет нужды в этом ООН. Просто пытайтесь полюбить Бхагавана Кришну. Не будет никаких сражений. Слушая Кришна Катху, мы развеем любовь к Кришне. И тогда будем любить всех. Он сейчас, ну, люби его, да. Да он мне не нравится. Почему? Потому что все телесные отношения. Нет отношений с Атмой. Атма готова любить Параматму. И все другие Атмы. Душа любит душу. Свердушу. Не тела. Такое послание мы получаем из Бхагавата. Нам надо декламировать Бхагавата. Рассказывать Бхагаватам. Нам надо слушать Бхагавата. Каждый день нам надо слушать. Скорбь, иллюзия, страх уйдут. Слушая Бхагавата, мы станем бесстрашными. Есть сейчас у нас привязанность к другому, не к Кришне. Вот это причина Бхагавата, страха. Нирвика, нирмоха. Нашочите, наканкшите. Чем больше у нас вот этих материальных желаний, тем больше страха, иллюзии, скорби. Даже смерть приходит, да и все равно мы развиваем желания. Акбар спросил Бербала, в каком возрасте уйдут эти похотливые желания? Ну, когда, наконец, это все уйдет? Акбар очень такой разумно возвышенный. И Бербал сказал, ну, до самой смерти. До самой смерти это никуда не уйдет. И не мог принять Акбара. Ну, и помните, да, что устроил Бербал. Никогда, никогда мы не освободимся от похотливых желаний, пока не будем регулярно слушать Бхагавата. Если будем регулярно слушать Бхагавата, от Бхагаваты, постепенно наши желания, материальные желания, они уйдут. Естественно, придет это речение. Не нужно будет искусственно от чего-то отказываться. Ну, не знаю, как у вас. У меня опыт такой был в брахмачарской жизни. Калупина, там все такое, да. Ну, думаете, это поможет? Ну, мой опыт такой, все это не помогло. Но все брахмачаи, где они сейчас? Чтобы за правила мы не выполняли, не сможем мы освободиться от скорби, страха, иллюзии, пока не будем слушать Бхагаватам. Это из лекции Шиши Пад, Читания Чандры, Прабу, Гурадева, 0902-2024. Это Шимадбхагаватам, 11-21-18.